В прошлом году на Саровской научно-исторической конференции писатель, краевед и культуролог из Тамбова Марина Клемкова представила свою книгу «Саровская пустынь. Два века истории культуры». Саровская пустынь раньше входила в состав Тамбовской губернии и своими корнями история монастыря тесно переплетается с историей Тамбова. Марина Клемкова изучила историю Саровской пустыни комплексно, используя документы из Саранского и Тамбовского архивов, дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Понятаевки, Тамбова. Многие документы и изображения были опубликованы впервые. В Духовно-научном центре монастыря саровчане снова встретились с автором книги. Сначала первый раз вы приехали и подарили городскому музею как раз набор открыток дореволюционных с видами Саровской пустыни. Второй раз мы приехали, подарили, опять не с пустыми руками, подарили книгу, в которой удалось издать какие-то неизданные материалы. И сегодня мы опять приехали не с пустыми руками, и мы передаем музею Саровской пустыни копии, фотографии, документов, которые я использовала в своей книге «Саровская пустынь. Два века истории и культуры». Саров посетили и другие члены группы издательского проекта «Тамбовская губерния. Над революционных открытках» Александр Климков, Андрей и Татьяна Гнатюк. Гости рассказали о проекте, в рамках которого Марина Климкова и издала книгу в качестве приложения. Поскольку мы занимаемся дореволюционными открытками «Тамбовской губернии», издаем вот у нас такая серия книг, то мы побывали в Сарове первый раз в 2018 году. И у нас возникла такая идея все-таки издать Саров отдельным томом. Также возникла идея сделать в качестве приложения. Почему? Потому что невозможно Саров отделить от Дивеева. А Дивеева не входила в «Тамбовскую губернию». На встрече Марина Александровна рассказала о работе с архивными документами. Познакомила гостей с интересными фактами, находками и открытиями. Рассказала о рукописях Иеромонаха Иакова, который был письмоводителем Саровской пустыни, заведовал библиотекой и архивом. Члены проекта «Тамбовская губерния. Над революционных открытках» рассказали саровчанам и о других своих изданиях. Некоторые из них они подарили присутствующим. Кульминацией вечера стала передача музею Саровской пустыни фотокопий уникальных архивных документов, с которыми работала Марина Климкова, и многие из которых не изданы и не исследованы. Копии в дальнейшем используют при оформлении музея. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24.